МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оркестр, ведущий Дадли Мор и сэр Джордж Шолти. Мне было 12 лет. Я учился в Будапеште и однажды отправился на концерт. Играли Бетховена. Вот это. Его пятую симфонию. Я сидел и слушал, как завороженный. Это было похоже на транс. Когда концерт кончился, я понял, музыка моя жизнь. Я навсегда запомнил тот вечер. Поэтому я и говорю, чтобы стать хорошим дирижером, нужно быть немного сумасшедшим. Да, да. Вы и вправду немного сумасшедший. Хорошо, что не буйный. С ним очень приятно работать. Сэр Джордж забавный человек. Опять вернулась эта муха. Очень энергичный человек. Не верится, что ему уже 78 лет. Хороший дирижер заставляет и музыкантов играть лучше. Так тоже некрасиво. Вы прекрасно начинаете, а потом какая-то каша. Фа резко, словно жало пчелы. Интерпретация произведения – это большая тайна. Многое делается на уровне подсознания. Я понимаю, что я делаю, но происходят процессы, о которых я не знаю. Как ваша душа улавливает мои эмоции. Я не стремлюсь вносить в интерпретацию свое отношение, но это происходит независимо от меня. Конечно. Я понимаю, что требую от вас слишком многого. Я понимаю, но делаю это по двум причинам. Потому что я знаю, что вы можете так сыграть. Теперь я немного представляю ваши способности. Я знаю, что вашей техники достаточно, чтобы исполнить эту вещь. И второе. Мне так нравится эта вещь, что я никому не хочу давать поблажку. Когда у меня в голове складывается образ будущего произведения, мне остается всего лишь передать его музыкантам. Это происходит частично на уровне подсознания. Сыграть. Давайте. Задержались. Дальше. Отлично. А теперь давайте сыграем еще разок. Я был буквально потрясен тем, как он ведет репетицию. Дирижер должен не только уметь замечать ошибки, тем более, что иногда заметить бывает очень трудно. Он должен уметь рассказать об ошибках. И исправить их. Давайте еще разок. Играйте, играйте. Я хочу послушать. Играйте. Играйте. Пу-пу-пу-пом. Уже лучше? Лучше, спасибо. Уже лучше? А теперь все вместе. Нужно представлять себе, как мыслит музыкант, и как отреагирует инструмент на требования более высокой техники исполнения. А это очень нелегко. Не бойтесь, я не хочу вас ругать. Но мне нужно, чтобы вы все сыграли эту вещь хорошо. Нужно следить за собой. Не проявлять нетерпения, не кричать. За очень редким исключением. Как правило, я срываюсь на крик всего лишь один раз в год. Два раза в год. Я уже слышал. Два раза, да. Опоздали. А теперь небольшое вибрато. Вибрато. Подходим к рещендо. Знаете, как бы я сыграл? Нужно делать так, как он говорит. Возможно, вам хочется сыграть по-другому. Вы меня не слушаете. Я так стараюсь, пою для вас, а вы меня не слушаете. Я пою вот так. А вы играете? Разве я так пел? Ну, хорошо. Давайте еще раз. Последний. Вам нравится работать с сэром Джорджем Шолти? Невероятно. Чудесно, правда? Я считаю, что всем нам очень повезло. Общение с ним вдохновляет, не правда ли? Да, он очень энергичен и всегда знает, чего хочет. Что немаловажно. Основные правила просты. Нужно знать, чего вы хотите. Нельзя ориентироваться на ходу и импровизировать. На репетицию нужно идти с твердой концепцией будущего произведения. Проявляя известную гибкость, в зависимости от того, работаете вы с Чикагским, Берлинским или Венским симфоническим оркестром. Иногда игра оркестра оказывается лучше того, что я хотел предложить. В таких случаях не нужно бояться. И ни в коем случае не нужно навязывать музыкантам свою интерпретацию произведения. Я не верю, что вы не способны на большее. Вот этот такт. Это же для детей. Музыка в стиле диснеевских мультиков. Сыграйте только вот это. Один такт. Раз, два, три. Еще раз все вместе. Раз, два, три. Неужели вы не можете сыграть громче? Немного громче. Здесь же фортиссимо. Реще, понимаете? Реще. Раз, два, три. Вот так. Если вы внутренне согласны с дирижером, вам легче играть в коллективе. Особенно если это хороший оркестр. Работать в этом оркестре одно удовольствие, потому что Джордж Шолти великолепен. Он, он поражает. А у вас жестокая натура? Нет, я почти святой. Мягкий котенок. Почти святой котенок. Но я добиваюсь того, что хочу. Понятно. Вам было суждено стать дирижером. К этому вас привела жизнь. Отношение дирижера с оркестром похоже на отношение тигра и домптера. Кого? Тигра и? Домптер. Домптер. Если домптер слаб, тигр его сожрет без разговоров. А кто такой домптер? Домптер это тот, кто имеет дело с животными, но это на французском. Дрессировщик? Дрессировщик. Или домптер. Дрессировщик. А по-французски? Не любите французов? Нет, почему? Обожаю, но после открытия туннеля под Ла-Маншем от них просто прохода не стало. Знаете, если дирижер слаб и не знает, чего он хочет, тигр съест его на первых же тактах. Мне нравится ваша метафора. Она весьма уместна. Есть такая чудесная шутка. Это произошло в Венской филармонии. К оркестру вышел молодой нерешительный дирижер, который все время говорил, ой, простите, это я ошибся и так далее. Раз сказал, второй сказал, а на третий один из музыкантов поднялся и заявил, если вы скажете еще хоть одно слово, мы будем играть так, как вы дирижируете. Какой кошмар. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 На русский язык фильм озвучен в кинокомпании Селена Интернешнл по заказу общественного российского телевидения.